добрый вечер дорогие друзья коллеги скайвеевский народ как меня слышно дать обратную связь сахаре уже дал мне 23 плюсика спасибо 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 хорошо слышно я сразу поблагодарю олега сошникова за ассистирование на площадке спасибо олег и спасибо вам всем то вы нашли время и желание послушать немножко меня вот ну и радейки за общее дело естественно таким образом о чем мы сегодня хотим поговорить хотелось бы немножко что актуально и важно знать как всегда вопросы причем вопросы я поставил повтор второе то все тут многое сюда помещается даже не стал писать вот и поэтому здесь сейчас мы с вами пройдемся над тем хотелось бы значит первую очередь поделиться большинство из вас а может быть не все знают что я только что вчера поздно вечером вернулся из-за вьетнама из ханое полонга вот вместе не один мы были вместе с францишком соларом вот и ездили смотреть и разбираться там первую очередь конечно это встречаться с лидерами это даже не лидер это эксперты и топ эксперты их там сотни вот они собрались с различных провинций в один присест нам даже не удалось это сделать мы два дня с ними встречались и в субботу и в воскресенье утром причем 9 часов по их нему времени народу было мой много там больше двухсот человек причем там было сказано что только эксперты топ эксперты и каждый раз было более 200 человек вьетнам впереди планеты всей молодцы вот много деловых вопросов обсуждения их очень интересует процесс естественно хорошо было принято все то что происходит объединенных арабских эмиратах ну и их интересовало что происходит и по экотехнопарке в минске и так далее поэтому естественно все было достаточно ну как бы актуально и каждый раз но обсуждали вот я сейчас покажу несколько фотографий у меня не самые удачные фотографии на и по крайней мере показывают сколько народа значит это это я его отсюда вот моя плеш видна над головой большое помещение народ стоял еще и здесь и с другой стороны рядом так плюс видите там коридоре сидят слушают смотрят вот теперь это был первый день и второй день второй день народу был чуть аудитория было не чуть чуть побольше и тоже было народу очень много они все очень любят фотографироваться и общаться задавать вопросы и так далее ну в общем актуально тут один из ведущих топ экспертов в вьетнаме он тут прямо просил меня сфотографироваться попросил же покажите на вебинаре сказал я ему это обещал поэтому я здесь себя и показываю ну и естественно мы были видите здесь видно кому видно кому нет могу показать что не рубашка абсолютно мокрая пардон и не только рубашка а все то что у меня еще и за ремнем вот мы ходили в погоду это погода значит экспертиза и подготовка и как бы предварительное исследование возможности построить туда трассу продолжаются компания с которой мы там сотрудничаем она попросила нас подняться вместе с ними у меня к сожалению тут не успел не сделать все фотографии сюда перекачать они не форматировались вот но в интернете есть в фейсбуке кому интересно может посмотреть вот там прямо был такой вот молебен ли отношения отношения к их не бога чтобы они как бы там достаточно набожные люди независимо от того социалист коммунист или кто вот и попросили нас участвовать в этом деле то есть мы опять там участвовали подъем туда не простой это там надо переехать озеро доехать переехать озеро сесть на мотобайк там сколько-то подвозят и уже дальше невозможно где-то один километр надо идти по каменистой чуть меньше может быть по каменистой дороге это вообще там не очень просто подниматься и также не просто спускаться но тем не менее это мы сделали очень интересные встречи важные встречи были кроме этого то есть обсудили что и как дальше делать и как там скаме перед комитет есть провинции нянь где как перед которку нинг извиняюсь перед который должна там соответствующее решение принять чтобы разрешить скажем проектирование другой другого вида транспорта на ну для этого для этого проекта развития до доступа паломников пагоди вот такой такой вопрос значит что касается вьетнама теперь что дальше значит новости и вообще процесс что важно сегодня для заказчика вот и даже на примере того о чем была речь с возможным заказчиком вот с этой компанией туха которая в первую очередь естественно объединен арабские эмираты что там происходит с кем там встречаются и так далее они там сами не умеют смотреть когда им показали они были в восторге экотехнопарк что происходит в экотехнопарке они все время как как и мы инвесторы большинство из наших инвесторов пардон я думаю что тут по ту сторону экрана сейчас сидит немало вас вы меня простите конечно кто тоже за а что у нас нового а что у нас происходит а сколько у нас уже трасс построить а строим ли мы вообще да мы строим и в первую очередь мы стром отрабатывая технологию строим в объединенных арабских эмиратах в инновационном парке в экотехнопарке в мариной горке что это это первые проекты сколько трасс вот мне задали вопрос я начал считать может быть я чуть-чуть ошибаюсь но там шесть как бы линий или шесть раз вы каких на парке уже что как читать давайте сейчас детали не даваться если посмотреть сколько километров уже пять километров построены понимаете немного не мало но пять километров уже есть там со всеми этими из значит транспортировкой ленточной транспортировкой и так далее конверная ленточная транспортировка со всем этим месте месте пять чуть даже может быть больше пяти километров как считать очень важно им то что делается в производственной части когда готовятся там материалы на комитет по инвестициям и по развитию финансирования по финансированию развития то естественно очень важно а что у нас а производители вообще все или может вы рисуете поэтому когда показали как у нас введен еще новый производственный комплекс а что вы там делать но туда переводится полностью все механообработка а там где сейчас механообработка там расширяется производство юнибусов венекаров и других средств передвижения транспортных средств извиняюсь систем скайби вот поэтому это очень важно новое производство плюс еще целый ряд других вещей то есть отрабатываются технологии и вот на этих площадках как раз отрабатываются технологии они сначала не понимают зачастую да и мы не понимаем что такое вообще сертификация все думают что это какой-то какая-то бумажка которую мы получим и в это все нет сертификат это фиксация лишь только того что выполнены условия по которым одно или другое значит один вид транспортный средств имея ну как бы он готов к эксплуатации дальше начинается его испытания проводятся еще испытания на различных режимах это неоднократно анатолий эдуардович говорит но нам тоже надо понимать когда мы кому-то передаем кому-то говорим и так далее потому что там очень много серьезных инвесторов подходили с которым приходилось говорить я даже не буду называть суммы серьезные суммы друзья которые они готовы и готовятся документы готовы инвестировать но они спрашивали про это абсолютно профессионально это все надо уметь разъяснять и мы тоже мы уже неоднократно здесь на нашей площадке говорили мы об этом беседовали с региональными кураторами регионов из топ экспертами что надо уметь подавать как бы инвестиционную правду инвестиционную базу базу того что происходит для инвесторов крупных инвесторов когда задали во вьетнаме кто такие крупные инвесторы в первую очередь дорогие друзья это подрядчики предприятия юридические лица им это очень важно чтобы они были лояльны чтобы они знали технологии не потому что где-то кто-то сказал ой давайте побежали быстро давать на значит на этот на конкурсы участие в возможности быть подрядной организации в каких-то работах там по бетонированию там неважно установки чего-то там по металлоконструкциями еще почему от этого надо быть готовым поэтому их это тоже очень интересовало значит что еще по вьетнаму выяснилось очень такое ну скажем интересно но информативно не столько интересно сколько информативно значит там когда мы были в августе месяце предыдущий раз франшишкам соларом это в начале августа там стоял просто вот ну бум понимаете потом знаете как за телефонами этими самыми телефонами или компьютерами стоит очередь прям вот ну вот люди прямо вот тряслись и хотели крипто юнит приобретать что вот там сейчас будут все будут миллионеры после 16 октября я не случайно цифру сюда вынец видите 16 10 а еще там появился так называемый приемный приемный сын анатолий эдуардович который устроил такой бардак там вообще в этом в интернете вот который хайл что воры он раньше хайл и свеки вайл skyway капитал что это воры и это абсолютно обманщики так далее вот он правильный инвестор он значит обеспечивает все и так далее вот потом он переметнулся к свеки воду там обещал что все все будем миллионерами после 16 10 когда выйдет на айпио или сто там и так и так то что говорит свик со своими делами ну и что и выступает уважаемый анатолий этот самый андрей хавратов что он говорит кто не знает послушайте не обязательно это слушать могу просто сказать что друзья подождите еще два года а причин можно привести сколько хочешь я больше не буду дадаться подробности то есть друзья но надо понимать значит куда бежать зачем бежать и когда бежать поэтому давайте тут вот я привожу всегда такой тупой может быть примерно его привожу что одно дело скажем так что побежать скажем открыли мы с вами свой скажем пищеблок бизнес столовый ресторан неважно что и вдруг начинаем бегать в соседний ресторан почему да потому что там конфету дают каждый раз или что-то вкусное или рюмочку дают после того как ты отобедаешь что так где нам выгоднее из-за рюмки туда бегать или все-таки у себя обеспечить свое производство или свой оборот своей компании да конечно у себя зачем туда за рюмкой бег на работаем будет купим целую бутылку понимаете ну то есть вот что-то типа этом это так может быть очень примитив но с другой стороны это так скажем темная сторона дела хорошая сторона дела то что там появляет появились несмотря ни на что появились новые дополнительные возможности в объект нами это не только вьетнам но вьетнам характерный потому что идет достаточно сильно мощная подготовка время покажет но заинтересовались причем частной компании заинтересовались просили нас приехать посмотреть там объяснить и так далее ну и теперь надо с головной компании смотреть значит но предварительно естественно подготовить провести так называемую предварительную экспертизу и к вопросу о том адресные проекты не адресный проект мы не занимаемся адресные проекты это полностью епархия головной компании и группы компаний skyway вот но мы можем заниматься так называемый экспертизой и предпроектным исследованием что мы по мере возможностей иногда и делаем так что вот столько наверное по вьетнам и готовимся будем смотреть теперь нигерия сейчас идет большая подготовка к мощной конференции в нигерии в начале декабря ваш покорный слуга вместе с франтишком соларом будем там сейчас там кристиан готовит эту конференцию вместе с куратором региона и вопрос достаточно интересный нигерия с одной стороны непростая страна с другой стороны это 200 миллионов населения друзья вот со всеми положительными отрицательными моментами какие там есть теперь еще очень важно понимать такую вещь что я здесь написал и с евросоюз и горизонт 2020 то есть заканчивается я может быть где-то уже и говорил но вам тоже напомню что выяснилось интересный момент что закрывается период финансирования 2 14 20 извиняюсь 15 20 год так принципе до 15 20 год а само финансирование идет до 21 года вот а средств осталось масса причем в разделе по транспортным решениям и по логистике и вот выяснила что есть целый ряд возможностей получить дополнительное финансирование на предпроектные исследования которые нам очень нужны для головной компании для всех нас вместе взятых чтобы выяснить какие условиями так далее так далее здесь европе еще могло бы это дело все и должно было бы соответствовать и как это выводить и ну скажем предпредпроектную базу выяснять где это возможно в риге в таллине там литве где тут поближе чтобы недалеко ездить затрат столько не нести вот может быть такая как бы водная часть для разминки смотрим что дальше хотел бы я вам все не рассказать значит это так называемая здесь солянка собрана из различных вопросов которые задают задавали задают я боюсь будут задавать вот хочу прокомментировать одним из направлений легализации наши все задают вопрос а как с нашими значит акциями когда они будут как бы ликвидными не легализации извиняюсь делать их ликвидными наших акций стало будет развивать я думаю так что это будет он и есть skyway global токен и это именно он дает ликвидность акции в первую очередь потому что там сегодня как раз есть вопрос что когда и как можно будет приобретать их но в это в первую очередь поэтому сегодня мы си немножко позже будем еще говорить о том что как вообще дивиденды получается и так далее вот а большинство или скажем часть людей интересует а когда можно будет продать какую-то часть акций вот мое мнение экспертное мнение что это будет скорее всего через скорее global токен потому что эта площадка площадка блокчейн платформа она является средством более быстрого процесса превращения денег душа ну что такое выкуп акции или же продажа акций это значит продавцы то есть а покупатели кто понимаете вот и это закрыто акционерного общества евразии грелс колесистым словом самому общество нету денег и так далее так что вы хотите чтобы с одной стороны как бы продавались акции я какое-то время назад года полтора два говорил что принципе если бы компанию можно было юридически создать то можно было создать компанию которая бы начала бы заниматься с одной стороны она превратилась бы в лавочку которая скупала бы акции вот и перепродавала бы чуть дороже но если это сделает главная компания это нельзя делать и начали потом эксперты разбираться что потом если такое сделать потом у нас будут очень если не сказать вообще нельзя будет вообще выйти на айпио после такой вот как бы бэк раунда что кому-то дали это право или стали делать это сами хотя в принципе в понимании предпринимательства тут ничего страшного но случае если вы хотите и мы хотим вывести акции на и пио и действительно сделать их доллар штука и выше то извините этого делать нельзя но через ликвидность через обмен они могут превратиться какой-то степени значит возможными это не потому что кто-то будет там их покупать нет они будут обмениваться а площадка платформа skyway global токен или платформа блокчейн она skyway ска она будет сама производить и как бы продуцировать с проектов деньги и вот тогда за счет прибыли это можно будет делать и если вы посмотрите белую бумагу белый лист white paper то там есть схемы так называемых поэтапности или или периодов фаз вхождения к первому июля двадцатого года различных предполагается предполагались и предполагаются размещения но сегодня уже у нас как бы начало ноября пока размещений кроме как первое пробное не было когда 2000 или вернее 100 тысяч акций обменились на 2000 токенов а теперь одновременно отвечу на вопрос я не вижу сегодня никакой другой возможности хотя расчетно можно все это задача как бы головной компании которая и разработчиков кстати и разработчиков все зависит от расчетов какие какая могла бы быть следующее на следующем этапе пред предварительно или скажем ну да предварительно размещение все эти размещения предварительно и до следующего года стоимость или так называемая ну да обменная стоимость можно там и не только на акции но можно и покупать будут токены скорее всего так пока не предусмотрено белом листе или белой бумаги вот они будут такие размещения будут и в конце концов в дальнейшем можно будет потом менять на токен токены встанут почему почему это длинную монолог виду к тому что токены станут более быстрее ликвидными чем акции в понимании ликвидным понимание вещь деньги теперь когда акции выйдут на биржу вы будете дать важно то что понимать что когда акции выйдут на биржу мы будем решать каком банке мы будем держать любой ли вы будете решать каждый из нас на своем акционом щенок свой акционный счет придется их положить это может быть любой банк в любой стране куда где будет возможно не обязательно в стране вашего вашего резиденства тут на эту тему можно много чего рассказывать вот но суть не в этом не надо здесь забивать потому что многие задают вопрос а как а куда а как мы будем декларировать а зачем это будем декларировать на это четко говорю что это самое есть третий пункт дивиденды в каких единиц и идей сколько мы будем получать мы это будем решать сами по мере поступления этой задачи но это можно будет сделать и skyway global токена и хранить это специальным криток крипто кошельки о котором мы тоже с вами говорили впоследствии вам покажу эту схему потому что например виде можно хранять когда я говорил вам возможности на английском возможности значит skyway global токена то хранить совместимым кошельки электронном кошельки крипто кошельки вот и второе очень важно чего по первому пункту что я говорю внутренняя валюта skyway вот это global токен но становится внутренней валютой и этим превращает наши акции превращает и быстрее в именно как бы ликвидности доступность их реализации поэтому все вопросы которые задаются по поводу того что у нас и как там будет в будущем вот через это будем решать другого другого такого как бы сильного ответа пока не имеет смысл хотя здесь можно порассуждать еще более длительно но наша задача сейчас не в этом вот и есть еще масса нюансов четвертый прямо написал после того когда он отвечался на вопросы да сегодня прошлый раз я по моему вам говорил что мы сегодня не знаем что будет вообще с мировой валютно-финансовой системы в конце этого года или уже на следующий год все финиш уже вот смотришь и там туман который за которым стоит и как правило кто выигрывает выигрывает самый самый богатый банкиры и те кто стоят вот у финансовых систем источников финансовых валютных источников мы с вами должны подготовиться поэтому вот то что сейчас делает skyway это является щитом защитным счетом поэтому не надо лезть ни в какие другие особо системы понимаете здесь давайте работать своем ресторане которые мы с вами создали или на своем предприятии которое мы с вами учредили и как бы вот песку и не надо бегать по чужим лапам на эту тему я буду методично это вам рассказывайте помените мое слово те кто послушаю будут скажем в шоколаде вот теперь значит вот это я вам показал это очень важно еще раз о том она минуточка посмотрю давно все ли ответил так показал так все еще раз еще раз о дивидендах это очень близко очень важно но очень хорошо знать источники в турции выступая на фит им очень понравилась аллегория когда я сказал что смотрите дорогие друзья что у страны дивидендов или вообще у нашей базы дивидендов есть три слона на которых она держится 1 2 и 3 это первое проекты строительства транснет skyway то есть трасс это проекты от каждого проекта соответствующая прибыль от 5 до 10 процентов второго это блокчейн платформа skyway это самый быстрый скорее всего я так думаю источник поступления ну и третий но наиболее объемный это в конце концов будет компании по эксплуатации транспорта skyway в которых global global транспорт инвестмент каждый будет участвовать почти в каждый по крайней мере это закладывается есть как я вам уже говорил иногда где просто построили от эксплуатации от купились или построили заложили в проекте уже прибыль при строительстве и уже не участвуют и тогда здесь прибыль от проекта не 5 10 процентов а 35 40 процентов понятно да иногда заказчик не хочет чтобы кто-то потом еще эксплуатации участвовал а только отдавал бы сервис обслуживание это немножко другие вещи но это тоже будет источником друзья понимаете так что здесь еще есть под разделы с которыми вот эта линия будет давать доходы для компании gta из которой она рассчитает прибыль от отщипит от этого 20 процентов от прибыли передаст евразии расколесистым холдинг тот посчитает разделить на все акции которые выданы есть и на каждую акцию выдаст дивиденды нам инвесторам и мы соответственно занесем их скажем или же поменяем токены или же денежкой куда-то выведем и так далее так далее то есть там много разных интересных моментов могут быть так есть тут а что с покупкой акции у того кому за 75 мария значит хороший вопрос а также как и с этапом значит мавр свое дело сделал мавр сидит и ждет то есть скорее капитал мы свои расчеты провели свои предложения головной компании сделали я надеюсь что в этом месяце будет будут соответствующие объявления по крайней мере об этом шла речь и я думаю так что практически головная компания либо группа компаний skyway в последнее время свои слова свое слово держит несмотря на то что прессинга очень много и дел очень много тем не менее поэтому я думаю что в этом месяце мы узнаем услышим давайте лучше открою свой банк в дубае отойдя на себе ну откроем дальше что банк это хорошая вещь но не с они не не самая хорошая у нас есть блокчейн платформы нам банк не нужен будет понимаете так что там еще больше богатые развита и эффективная энергетика развита эффективно привет всем единомышленникам да только вьетнамцы сотни почему сотни вьетнамцы значительно больше там вьетнамцев ты десятки тысяч мистеров друзья потому что там одних экспертов экспертов новых экспертов 56 человек я им значки топ экспертов там тоже десятки это не так просто причем они все очень хорошо зарабатывают это так между прочим значит предприятие которым создаем для непонятливых и передергивающих повтор друзья и кстати вам вячеслав кулье и пб почему значит не только поэтому вот вы меня передернули и проскочила такая информация масло призывает там я понимаю что вы пытаетесь на моем капитале значит себе поток лайков там организовать но извините меня не надо меня передергивать когда я сказал что мы как бы почему в капитале так и не вводят арабский зачем зачем он сегодня в капитале нужен я потом еще покажу что такое капитал и что такое свик понимаете у нас там с партнером есть договор капитал это структура которая является платформой и вопрос том что если на рынке арабский рынок нам нельзя или скажем мы договорились что мы там не мутим скажем среду инвестиционную а там арабы занимаются наши партнеры сами этим делом как они считают свою концепцию правильно тогда нам там нечего делать и а таких арабоязычных стран куда это имело бы смысл пока нету пока нет как бы региональных кураторов нет регионов куда это делать вот и все а кому надо тут и на английском разберется то что это один из пяти основных языков минут что правильно конечно это хорошо но тут есть свои нюансы и поэтому не надо говорить что я да самое призывал что не надо на арабский язык нет сейчас просто капитал это не рационально делать вот и все двадцати трех странах пятидесят триста пятьдесят миллионов человек в населении а в одной нигерии 200 миллионов так что мы нигерийские все 64 на речи что ли должны перевести нет только на английский на английском языке все даже не на французском там есть свои люди которые это все организовывают и по мере необходимости доводят людей так это что касается повтор по поводу арабского языка сколько миллионов собирает фонд капитал с начала года с разбивкой по месяцам сколько миллионов долларов он передал головной компании есть так еще раз про это и к тому что я не ухожу от вопроса друзья но я вам хочу показать что и что смотрите значит что такое вообще капитал капитал это не компания которая ведет свой бизнес это не лавочка она является агентом и гаранта то есть она является площадкой знаете как вы покупаете билеты на платформу с которой вы сядете поезд и уедете эта платформа себе ничего не берет она дает же ржд или железной дороги от пассажира взяла деньги передала сюда ему обеспечила то чтобы он проехал бы все все она себе ничего не осаждает у себя никаких средств ничего не перед сколько и дал какую расценку железная дорога ровно так и здесь есть инвестор и skype capital это платформы для обслуживания инвестиций кредитует он проект мы обеспечиваем являемся агентом что в житя это пришло но с другой стороны жить я нам дал право гаранта инвестору что мы обеспечим ему случае когда он захочет свой кредит конвертировать в акции обеспечим ему а регистрацию евразия для скоби систем сколки все мы не акции в свои руки не берем ни денег не берем свои руки все средства которые поступают они поступают на счета жития но через посредство счета платформы которые контролируются тоже жития понятно да эта площадка эта платформа теперь что происходит у нас другой стороны друзья вот где надо было бы посмотреть а какой здесь баланс хотя тоже с другой стороны а какого лешего вообще в лавке рынца смотрите что здесь происходит инвестор покупает обучение в надежде что он получит подарок акции как акции образовываются акции очень просто образовываются накапливается средства ваус вига и андрея хаврадова от покупки об этого обучения и они сколько они там обещали свою химию разбили в этой лавке до акции закупили у свин и у извиняюсь у глобал транспорт инвесмента ему денежку отослали сколько у них тут по расчетам произошло сюда и соответственно акции прошли как бы подарочно ну и они тоже гарантируют что они как бы обеспечивают регистрацию то что подарили это зарегистрировали хотя бы это сделали и слава богу понимаете но это подарок это лавка дарит или это магазинчик понимаете не хочу обижать это магазин это площадкой платформы не надо божий дар с яичницей путать поэтому какие отчеты платформы никаких понимаете потому что здесь нет у него своего бизнеса мы служим только жить я а здесь наоборот он ведет бизнес жить я вот и вся разница друзья и об этом говорил как раз анатолий дар дач когда он выступал в конце нынешнего лета и рассказывал что и как фермеры геницкий делает и что делают скупщики его продукции но это отдельная история нет вы именно ушли от вопроса работа по арабским странам и языкам идет ну что ну идет правильно кули а дальше что ну и отчего я ушел от какого вопроса сколько надо столько ведется поэтому поэтому значит ничего тут не надо передергивать все закрыли тему я больше не буду с вами дискутировать и прошу больше меня не передергивать так значит смотрим дальше друзья что у нас еще тут осталось смотрите значит у нас еще осталось кое-что значит что я вам еще хотел объяснить значит извиняюсь целый ряд задается вопросов и когда мы беседовали с нашими кураторами регионов и топ экспертами пару дней назад то вторник то там был вопрос и григорий мхалыч попросил чтобы было отдельно это и нет не отвечаем и скажем не выполняю его просьбу или рекомендацию это просто немножко здесь тоже на нашей площадке объясню что такое нотариальное завещание значит и как можно потому что люди задают вопросы вот кто-то собирается выходить и но извиняюсь все мы не вечны вот есть инвесторы которые беспокоятся что будет после того когда они уже не будут больше на этой земле вот хотели бы сейчас что-то отрегулировать и так далее хотя в принципе можно так и так вот но есть есть нюансы когда человек заранее пишет завещание то тогда следует его завещанию хотя она вступает силу там через определенный период зависимости от стран вот вступает все равно в силу завещание нотариально причем нотариальное завещание нотариуса оформлено у поверенного нотариуса государственный поверенный нотариус это в разных странах по разному вот у нас вообще например в эстонии сейчас действует институт нотариусов которые вообще частных нотариусов нет хотя это частные компании но они лицензированы государством вот и они там по всем строгостям и всем законам государства это как бы государство их поверила поверила дало им право заверять документы там проверять различные вещи и гарантировать сторонам сделку нотариально если есть страны в которых есть и государственные и частные нотариусы но например в россии я знаю большинство или скажем определенная часть нотариусов не имеют лицензии они не поверенные нотариус хотя щеки надувают и в принципе ну если там есть свои нюансы не будем не даваться важно еще раз поверенный нотариус должен завещание зафиксировать вот и все у него должен быть реестровый номер государственный если такового нет то это все фуфло для компании которая будет потом заниматься или смотреть это завещание теперь что вообще завещается и что есть какое имущество личный кабинет одно имущество портфель акций выписка из регистра или реестра компании это второе вот это как бы две таких основных два основных имущественных момента и очень важно когда человек делает завещание указать следующие вещи кому он завещает теперь что он завещает перечень акций по номерам и название соответственно так евразии на рейл скобе систем холдинг это евразии на рейл скобе систем холдинг 2 или евразии на рейл скобе систем холдинг 3 вот указать в каком из них соответствующий номер акций далее указывается логин личного кабинета и право на его использование если этому ну как бы завещаю кому это завещание пишется дается это право задается иногда вопрос а как с кодом или скажем логин и ну код входа да значит как с этим его здесь не надо указывать компания сама технически значит разберется и это сделать самый важный факт логина не указывать стоимость акции просто номера потому что иногда рвутся указать что смотри я тебе завещаю сынок там или там не знаю там внученька завещаю тебе миллион акций по миллион это миллион долларов нет это по номинальной стоимости это никому не надо это указывать потом почему потому что они являются пока внутри компании и зачем с этого платить значит налоги первое налог нотариуса потому что он рассчитывает от стоимости сделки свой свой как бы бонус и плюс с имущества на которое это сделка делается государственной госпошлина поэтому оценивать имущество не более 100 долларов это такое посильная для большинства или для всех посильная расчетная сумма и все понятно да то есть вот это основные такие четыре вопроса значит и еще очень важный момент дорогие друзья это то что завещание можно и нужно делать только родственникам первой линии кто такой родственники первой линии это муж жена дети это значит приемные дети и по каким-то там другим причинам родственники отнесенные первой линии там есть целый ряд причин нотариус вам объяснить в разных странах там есть на акции вот и что здесь очень важно то что сделав завещание предположим я или иванов иванов вот сидит здесь например он захотел и сделал завещание это мы не знают хороший знакомый или или родственнику там троюродному какому-нибудь дяди там или троюродному брату например который там моложе его на много лет или с ним одного возраста сделать же теперь ушел иванов из командировки вернулся мир мир иной вот наступил момент что происходит родственники первой линии оспаривают это завещание говорят там больной был там или еще что-то или они являются родственники первым и она становится предметом больших судебных разбирательств понимаете даже несмотря на то что было сделано завещание такого характера завещание они сильно как бы находятся под ударом поэтому не спешите делайте все с умом но вот что касается завещаний это вот такое такая вам информация для тех кому это интересно а брат брат является тоже родственникам но значит брат 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 по моему первой линии могу ошибиться по моему первой линии тоже родители это первая линия конечно если они есть еще или уже родители брат тоже по моему первой линии до внуки внуки они первой линии но они там соответствующего с 1 соответствующим характер хороший вопрос задаете пароль олег спасибо так пароль пароль а брат 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 он первый но во вторую очередь до первая линия на вторая очередь так есть там еще очереди кстати большинстве стран но ведь когда будет дарение рассмотрим рассматриваться дарение пока не рассматривается потому что чего рассматривать дарить можно видите я же вам показывал что дарение господи куда-то делась это дарить не туда пошел смотрите вот такие дарения очень сильно оспариваем и вещи друзья и лучше дарением не заниматься потому что дарить нотариально можно все что хочешь сделать только если в этом смысла очень вопрос дарение точно также нотари может сделать факт оформления что да иванов подарил петрову а кто такой петро бог его знать родственники потом 33 раза спорили сказали не не в своем уме было вану когда дарила еще бог знает чего понимаете так что не спешите с дарением завещание это другое дело дарения дарить нельзя дарить можно будет только тогда когда они станут предметом уже биржевым предметом вот когда они будут в обороте тогда можно дарить понятно да тогда вы можете подарить сразу передали право там уже кто хочет если хочет спорить не хочет не поискорить это пока нет машины нечего дарить понимаете как только машина появилась и он может подарить пошел оформить документы и петров уже ездит на этой машине пока машины нету ничего и дарить я когда получил машину тогда я подарю тебе петров машину на пути к тому когда я получил машину мой сын там я не знаю там жена спорила сказала слушай иванов ты не совсем в уме в своем какого лешего ты петрову машину подарил или еще что-то или или там машина еще не в обороте теперь если потом выяснится почитайте документы самый важный аргумент если потом выяснится что до срока отчуждения фактически дарение это уже является как бы сделка отчуждения до срока а есть такие пункты евразии на русском и системе и global transport investment что никаких отчуждений акции делать нельзя до момента вывода на бирже все понимаете это одна из причин кстати потому что до сих пор компания внутренний как бы выкуп не делает потому что его тоже в принципе можно потом оспорить как как сделка значит отчуждение если не было сделано соответствующих изменений в уставных документах если вы кто-то мне скажет ну да хорошо а если будут через токен тогда должны быть соответствующие изменения сделаны учреди документов что позволяется делать то 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 понятно да когда будет дарение раз мама хотела сестре подарить троюродной сестре но вот я вам объяснил что с дарением так как как есть пускай лучше сделает завещание что сестре или там троюродной сестре все остальное как и уже объяснял все может потом быть сын мать там вы изменяешь другие родственники первой линии потом могут это дело спорить лучше это не делать не заводите не оставлять после себя больших проблем людям так что у нас здесь еще осталось с вами еще я хотел объяснил показал так хотелось бы вам еще вот что сказать существенно кто-то скажет но масло совсем уже замусолил не устану повторять ибо это является как бы очень важно завершается первая фаза это сертификация skyway технологии и выход на рынок тихо-по-тихому мы выходим через акотехнопарк инновационный парк через шаржу через массу там больше 10-15 проектов которые на различных стадиях подходит и важно что мы переходим во вторую фазу вот мы уже на 14 этап перешли или перейдем скоро 15 этап не за горами может быть так под этапы там будут не будут видно будет вот все зависит от того как будет ситуация освоение рынка транспортных систем вот следующая фаза она уже началась 2018 сейчас плавно нарастает и до 35 года по моим прогнозам будет мощный такой как бы дальше будет тоже но уже скажем так как по накатанной будет идти активная фаза возрасте во второй фазе активный период будет 18 20 35 год новые технологии технологические проекты во второй фазе вводятся это уже как бы следующий блок это первый это следующий или дополнительный блок потому что отсюда будет тоже хорошие возможности заработать глобал транспорт инвестменту кстати да а глобал транспорт инвестмент это значит сумма наши дивиденды вот с 20 по 35 новый технологий по этому поводу ближайшее время мы будем встречаться в конце скорее всего ноября или начале декабря будут встречаться с головной компанией и может быть возьмемся за один или несколько проектов технологий по выведению их на рынок то есть технологии то тоже новые технологические проекты их тоже надо вывести на а какие да это вакуумное стекло мы используем его в своих и в своих транспортных средствах но его можно вывести на рынок мотор колесо абсолютно его можно просто тем самым уменьшить себестоимость тех мотор колес которые мы пускаем для всех своих юнибусов и никаров и юни винда вообще для чего-то еще если выпускать еще и допустим там для каких-то котиров для каких-то вагонеток для каких-то еще чего-то чего-то и вплоть до того что для каких самокатов например почему бы не понимаете то есть это это 2 3 это может быть и вполне гумус потому что так мощнейший средств которым не имеет право экотехнопарк не самоская вещь а заниматься это надо отдельно подготавливать отдельно выводить и так далее но это мощнейший бизнес в нашу кассу конечном итоге сковеевскую кассу кто-то спросит а что я с этого получу то я инвестировал это другой расчет там надо разбираться ну и третья фаза это естественно начнется двадцать седьмого года это мой прогноз и будет продолжаться до 2050 60-го года может это планетного т.с. транспортная система может быть и быстрее может быть жизнь заставить как можно быстрее это все уводить туда на околоземную орбиту то есть тут масса и естественно конечно дорогие друзья пока мы тут с этими фазами занимаемся на первой фазе уже со создано или скажем за зачатие произошло большей платформы skyway и она становится одним из мощнейших источников накопления средств наших дивидендов если вы посмотрите вот она здесь вот она здесь я его с центральным слоном и поставил на ту под ту платформу на которой формируются наши дивиденды какие тут еще вопросы сколько только на плане стоимость проезда по трассам сергей нового откуда я могу сказать сколько токенов считать на зависит от трассы зависит от расходов и так далее трасса например санкт-петербург москва или трасса скажем автобусная станция аэропорт где-то то разные вещи скорее сколько токена планируется да так что тут надо ли на орбите к тому времени мусор почистить надо надо будет конечно то может быть и будет одно колесо заниматься чисткой мусора есть конечно другие варианты как это все сделать так значит и еще там еще были вопросы сейчас он значит прочитаю кроме этого я вам сейчас еще почитаю когда инвестора можно будет приобрести skyway global токен вначале будет покупать задается вопрос вначале будут покупать skyway global токен крупные инвесторы или все будет одинаковые условия покупки токена но я уже какой-то значит максим задает этот вопрос я уже кое-что по этому поводу скачет сказал период точно сроки неизвестны могу только сказать что период ну от сегодняшнего дня и до 1 июля он будет разбит и скорее все уже разбит на несколько этапов можно посмотреть white paper там увидите вот я сейчас на вскидку просто не помню там было сколько три или четыре этапа с каждым этапом надо было накопить суммы но там значит и по какой цене я сегодня не знаю могу сказать вот начало продаж будет объявлено и какая начальная цена но если за деньги надо будет узнаем я просто не знаю не могу сказать это от расчетов зависит какое накопление под какой проект потому что ведь просто так нельзя я не знаю сегодня там не видно с какого проекта начнут предлагать токен если если мне скажут или вам скажут что вот этот токен значит это не в целом под skyway а может быть скажут что да вот вот например потом автоматизированную систему управления всем а всей платформы и так далее то есть у нее такой-то выхлоп в конечном итоге будет ежегодный и так далее так далее и поэтому этот токен стоит столько до сил но вопрос в том что если мы сегодня скажем что этот токен стоит столько то то как он будет завтра этот колебаться рыночный спрос будет от того какие проекты когда вводятся какого из по себе стоимость и так далее поэтому трудно сегодня сказать ну и еще тут был вопрос просили там его не зачитывать его не буду зачитывать смысл в другом что люди сетуют что время ну как бы возраст уже там за 60 много неприятностей семьях бывает вот средств денежных не хватает и людей очень интересует то когда можно будет как-то ну реализовать какие-то акции поэтому мы тут думали на эту тему я с вами поделюсь вы первые по сейчас это услышат вот мы еще со своим как бы с теми кто подготовили всемирный фонд экопланета и фонд готовится сейчас документация по содержателю содержанию самого фонда кооперации акционеров инвесторов инвесторов акционеров вот одна задумка есть там что кроме всего прочего этот фонд на свои средства мог бы и делать так называемый как бы ну не выкуп что ли а если это об этом договориться с головной компании если юридически а правильно оформить то можно было бы делать так называемый инвестивные инвестирование извиняюсь о материальную поддержку акционеров под акции которые у них есть но там это там есть свои нюансы как что не все так просто есть это удастся так правильно юридически провести то скорее всего мы это сделаем но это опять-таки если и когда мы сегодня не знаем поэтому как вариант это к тому или из той серии что над этим мы думаем постараемся что сделать что можно так чтобы этих людей поддержать их естественно немного и поэтому а поддерживать людей на и поэтому над этим мы тоже думаем как это лучше сделать что может быть или просто надо будет определенную сумму завести а теперь с одной стороны как бы деньги даешь с другой стороны резервируется значит какая-то количество какое-то количество акций евразии на расколесистым сходом ставится на резерв и потом они будут там куда-то переведены но там юридически очень много заморочек сейчас не буду ваш вас сморочить этим да как вполне интересно как идет работа по юнимобилю и на какой стадии юнимобиль вы имеете ввиду юнимобиль какой этот для инвалидов что ли юнимобиль ну работает над ним я не считаю извините а спасибо понял значит я не считаю вот как бизнесмен какой хороший там плохой по крайней мере как экономист я не считаю этот проект эффективным вот потому что там ничего особо нового нет кроме как в мире очень много существует и тоже сегодня не исследовал по крайней мере а кто еще выпускает аналогичные автомобили для инвалидов понимаете а их очень много кто выпускает понятно да у нашего есть свои преимущества есть свой рынок поэтому работа это не не наш бизнес этим занимается там даже не занимается сейчас средств нет это один тоже из возможных проектов который может быть будет предлагаться вывести на на рынок потому что это то о чем мы говорили что вот надо выводить не туда пошел опять это то что опять таки надо будет выводить вот сюда освоение рынка и не мобили через новых технологий выводить их тоже вот тут под фазу как на рынок выводить посмотрим так дорогие друзья наше время приятные встречи по крайней мере для меня точно подходит концу я достаточно как бы сегодня так прошелся по разным по разным важным моментам на мой взгляд надеюсь что что что-то добавилось у вас я поэтому очень как бы счастлив что это удалось сделать желаю вам всем доброго здоровья это самое ценное что нас есть спокойствие равновесие впереди непростые времена ибо нас угораздило и мы долго стояли в очереди на это время жить в этом мире вот это надо достойно все пронести и сделать все что от нас зависит потому что вам все было лучше чем могло бы быть или как говорили раньше хотели как хуже получилось лучше чем всегда вот давайте к этому стремиться а не к тому что получилось хуже чем всегда лучше чем всегда и будем позитивными всего вам доброго берегите себя своих близких строй сковей спасать планету всего доброго до скорой удачи